И несмотря на запрет выходить из дома, на улицах по-прежнему много пенсионеров. В этом сегодня убедились наши корреспонденты. Некоторые пожилые люди и вовсе без масок. И я напомню, именно они находятся в группе риска и тяжело переносят инфекцию. Первый день, как выступил президент, мы с женой в заточении. И вот только сейчас, я вот сегодня, уже исчерпали все ресурсы в доме, пришлось вот таким образом. Вот, сейчас хлебушка куплю и опять спрячусь надолго. Куда идете? Результаты забрать. Ну, вы слышали, что не советуют выходить? Да, слышала. Почему все-таки решили? Ну, потому что я не знаю, когда заберется, потом, когда, как, это будет потеряется, как у нас обычно бывает. У меня уже, ну, потерялись. Мне только зайти и выйти, забрать результаты. Про то, что не советуют выходить, слышали? Наоборот, в поликлинику сказали, можно ходить. Я нарезы сдал, сейчас иду за результатами. Если не секрет, куда идете? Домой, из магазина. Слышали о том, что выходить-то не рекомендовано? Ну, а что, голодным сидеть? Вот такие ответы мы получили. Кстати, обратите внимание, некоторые носят маску и не закрывают нос. Нужно целиком закрыть и оставить только глаза. Ну, а мы же призываем в который раз оставайтесь дома, берегите здоровье свое и окружающих. Убедите не выходить на улицу, конечно же, пожилых родственников. А если нужна помощь, обращайтесь к волонтерам. Они помогут пенсионерам и маломобильным людям приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства. В том числе и рецептурные доставят все это на дом. Реды добровольцев уже вступили больше 500 человек. Спасибо. Спасибо. Спасибо.